Скорее всего, вы слышали о десяти заповедях из Библии. Часто для нас это просто хорошие советы. Не убивай, не кради, почитай родителей, ну и так далее. И это лишь первые десять заповедей. На самом деле, таких заповедей 613. Все они были даны древним израильтянам, и найти их можно в первых пяти книгах Библии, которые на иврите называются Тора. Тора переводится как «закон», так как в ней записаны все эти законы. Читай их, задаешься вопросом. Нужно ли соблюдать какие-то из них? Или все? И какая вообще цель этих законов? Перевод слова Тора как «закон» немного сбивает с толку. Хоть в Торе и есть законы, сама по себе эта книга является историей, как Бог взращивает новых людей, способных по-настоящему любить Его и других людей. И когда Иисус учил людей, то говорил, что Он как раз и приводит эту историю к завершению. Расскажи об этой истории и о том, как она свершилась. История начинается с того, что Бог создал человечество, которое вскоре взбунтовалось. Затем Бог выбирает Авраама, чтобы благословить все народы через его потомство, которое оказывается в рабстве у египтян. Но Бог спасает их. Потом на горе Синай Бог заключает завет с Израилем, другими словами, договор. А те заповеди, которые Моисей дает Израилю, становятся условиями договора. Это как конституция. Некоторые законы касались ритуалов и обычаев, которые должны были отделить Израиль от других народов. Другие законы были о социальной справедливости или морали. Следуя этим законам, Израиль должен был показать другим народам, каков на самом деле Бог. Хорошо, а оставшаяся часть Торы – это просто список других законов, которые Моисей дал Израилю? Нет, оставшаяся часть Торы – это продолжение истории. А 613 заповеди – это лишь дополнение к оригинальной конституции. Эти заповеди появлялись в ключевых моментах истории. Можно даже проследить определенную закономерность. Моисей дает первые законы Израилю. Не поклоняйтесь другим богам, не делайте идолов. После этого идет история, как Израиль нарушает эти законы. Они поклонялись золотому тельцу. Тогда Моисей дает еще законы, и опять идут истории нарушения этих законов. Еще законы, и опять нарушения. Еще больше законов, еще больше нарушений. И думаю, закономерность очевидна. Да, сколько бы законов ни было, они все равно будут нарушать их. В конце Торы Моисей в последний раз обращается к Израилю, когда они готовятся войти в новые земли. Он говорит им, «Я знаю, что вы не будете следовать всем божьим законам. Вы показали, что не в состоянии сделать этого». Моисей говорит, что проблема в том, что их сердца жесткие и упрямые. И им нужны новые измененные сердца, если они хотят действительно следовать божьему закону. И он был прав. Дальнейшая история рассказывает об упадке израильтян. Они входят в новую землю и нарушают все законы. Да, следующий цикл книги в Библии – это 15 книг пророков, которые размышляют над прошедшими событиями. Например, Иезекииль. Он сказал, что Израиль будет повиноваться закону только тогда, когда Божий Дух сделает их жесткие сердца мягкими. И Еремия сказал, что только тогда повиновение заповедям не будет обязанностью, а будет тем, что заложено в сердце. А Исаия обещал, что появится лидер, израильский мессия, который поведет весь народ к послушанию закона. Все эти 15 книг вместе называются пророками. Даже исторические книги, потому что они продолжают повествовать об истории с точки зрения пророков. Хорошо. У нас есть закон и пророки, где написана одна связная история о Божьем желании благословить весь мир через израильский народ, которому, как оказалось, нужно новое мягкое сердце. Да, Иисус считал себя продолжением этой истории. Он соглашался с законом и пророками, когда говорил о том, что именно из человеческого сердца исходит самое ужасное зло человеческой природы. Это как бы настройка по умолчанию для нашего сердца. Оно противится Божьему закону. Но Иисус также сказал, что Он пришел, чтобы решить эту проблему, как Он сказал, исполнить закон. Что же Он имел в виду под словами «исполнить закон»? Он утверждал, что требования всех законов Торы можно исполнить с помощью главной заповеди, которая говорит, что мы должны любить Бога и других людей. А это звучит довольно просто. Мы все хотим любить. Мы думаем, что хотим любить. Но Иисус показал, что любовь более требовательна, чем мы думаем. Он цитирует закон «Не убей» и говорит, естественно, когда вы не убиваете человека, это хорошо. Но также Он говорит, что когда мы неуважительно относимся к кому-то, раздражаемся, мы нарушаем Божий идеал морали, потому что не относимся к этому человеку с любовью. Иисус сказал, что настоящая любовь распространяется даже на наших врагов. И хоть эта заповедь кажется простой, Иисус показал, что наши сердца не готовы исполнить даже самое минимальное требование Бога – любить других. Это расстраивает. Но там, где Израиль потерпел поражение, Иисус одержал победу, исполнив закон. Как мессия Израиля, Он всецело любил Бога и людей. Он показал всем народам, каков Бог на самом деле. Показав это через добрые дела, милость, сострадание, любовь к врагам даже до смерти. И после Его воскресения Иисус сказал своим последователям, что пошлет Божий Дух, который изменит их сердца, чтобы они могли следовать за Ним и исполнять главную цель закона – любить Бога и ближнего. Это и есть завершение истории, начатой в законе и пророках. Как сказал апостол Павел, любящий исполнил закон.